Отлично, ну что ж, а у нас драфты на экранах, конечно же, вот они, начинаем смотреть. Так, у нас ТП у Кайпи, так, ну такие стандартные герои. Вот прям из прошлой игры все очень похоже, только Медузу-то они забанили. Будет ли Фурион ферст пик для Кайпи? У Бонцева на Фурионе хочется, хочется увидеть. Они сейчас должны были увидеть, что Фурион все-таки работает, и некоторые команды с ним выиграют. Ну, если не умеют играть… Ну, да, они могут сделать выводы. Все-таки, я же говорю, если они хотят дальше играть, им нужно делать выводы, и, ну, ничего плохого в том, чтобы сделать это сейчас, нет. Кстати, согласитесь, вот еще с кементом, насколько вот сейчас даже на этом турнире у нас стал популярен Свен. Вообще, вот в целом в распиках, так как его можно на несколько ролей использовать. Пока мы еще не видели, кстати, его как тройку, а вот в пабах я уже частенько замечал. То есть герой набрал большие обороты, Висп. Ну, кстати, Оракл неспроста был. Гримстрок Лич, да? Гримстрок Лич. Походу, да, Грим плюс один. Грим Лич. Да, слушай, ты прочитал. Быстрый распик, опять же, Team Spirit готовы. А, Spirit уже так делали. Грим Лич они уже играли, то есть. Наша песня хорошая. А тут Нива вертолет. Короче, надо банить Морфа в любом случае. И ПА-шку можно забанить, так как они видели, что вчера Team Spirit играли вот с ПА-шкой. А я бы Хусика убрал бы, потому что это Хускара. Хускара? Да, я бы Хускара убрал бы. Ну, слушай. Они возьмут этого Хускара и он будет как бы задалбывать его в случае. Ну, я вижу Хускар сейчас слабее против даже такой связки Висп Гира. Почему? Потому что от Мэджика у него резиста нету, и его гирокоптер просто убивает. До появления БКБ Хускар... Это просто хорошие сильные герои, которые супер-анноинги, которые нормальные против этих двух. И если составить список, туда внести Морфа... Вот у тебя два бана, и там будет выбор, забанить ПА, Морфа и Хускара, кого из... ну, только двух можешь забанить. И я бы по итогу Хускара не банил. Вот посмотрим, что... Я бы забанил просто потому, что Spirit его часто пикает. Играли часто. Действительно, пока... За них играет Стендин. Типа, соответственно, на Стендине должен быть герой... Комфортный. Ну, и комфортный, и плюс-минус самостоятельный, будем так говорить. Подбанили Пашку. Пашку забанили, это было понятно. То есть там Кунка у нас ушла в бан. Ну, Морфа стандартно убирают всегда. Обычно, да. Сейчас посмотрим, что-то поменяется или нет. Может, они действительно могут решить, да. Слушай, убрали Хускара. Честно, Хускар-то ведь... ну, это неплохой бан. Но как бы теперь их не наказали Морфом за то, что они решили его оставить. Ну, тут, знаешь, все, не забанишь. То есть нужно убирать... Я бы тоже брал бы Хускара, я уже объяснил логику, почему. Довольно часто они его берут. Все, не забанишь. Так, нужно убирать какого-то возможного флейнера под релокейт, который цеплять будут. Я бы не боялся флейнера Кайпи, потому что там будет какая-то ерунда. Все время какая-то ерунда. Ну, кстати... Там будет спруты, как все спруты под релокейт. Не, Флорион, кстати, блин, ДК убрали. Но вот Флорион может тут быть неприятно. Кентавра сами взяли. Вот вид на то, что ребята делают выводы. Вчера они взяли Слардара. Но я могу ошибаться. Мне кажется, они Слардара взяли после пика Кентавра врагов. В врага был Кентавр. Да, то есть Кентавр мне против Веспа Гира нравится больше, чем Слардар. Почему? Потому что он может собрать там элементарно какие-то пайпы, кримсоны. За счет Стампида... Ну, он такой более танковый, короче, Кентавр. Ну что, я думаю, со спрутов на Стампиде тоже не убежать. Только я не вижу. Так, что к Кентавре? Мне интересно, будут ли они играть по итогу сами с каким-то Слардаром, типа, знаешь, такой дефолтный инициатор под релокейт, либо же возьмут опять Флорион, то есть будет просто таких две сильных даблы у нас. Ну, сейчас они точно должны открывать саппорта. Это бейн какой-то. Потому что очень много саппорта уже в пике они видят, да? И потом закрывать кором, который, собственно, даст сетап под релокейт, и который будет силен на линии против того героя, который мы сейчас увидим. Либо бейн плюс инициатор какой-то. Ну, бейн вообще не берут. Либо какой-то баратрум, драксир, может быть, из такой классики. Вот мне баратрум, драксир и весь вертолет вообще не нравятся. Именно после энергии, потому что делают. Баратрум хороший, допустим. Вот драксир вместе с ним мне уже не нравится. Сейчас посмотрим. А бейна как-то команда не котирует. Вообще да, бейн очень сильно выпал в последнее время. При том, что у него первый скилл сейчас дает минус статус резистанс, очень сильно поднялся. Тем не менее, он не срезает дэмэдж, он срезает только атакс пинс. Это уже совсем не то. Раньше в этом была как бы имба, то, что ты просто резал дэмэдж, и нельзя было сбросить ни БКБ, ни манто. И в этом был как бы главный дисбаланс на любой стадии игры. А сейчас такого нет. Он типа все так же хорош на ранней стадии игры, но потом он становится бесполезным. Ну, Вингу, Фурион у вас сейчас команда очень ценит. Винга, Фурион, Свен. Вот что-то из этой тройки. Винга не просто так у нас была. А, вот Бартрум. Да, ну вот видишь, тут я уже, мне кажется, даже на Дин Мороза наработал. Прочитать вот так уж, что пикнут героя, который ни разу не появлялся. Ну, либо Дарксир будет, либо Фуруч уже. Это в принципе предсказуемо. Есть, конечно, какой-то бэтрайдер, но менее вероятно. Сейчас надо уже увидеть Коры и потом уже выбрать героя. Что спешит там? Ну, на месте Team Spirit я бы, так как не вижу оффлейнера, я бы пикал мидера сейчас 21-го и такого универсального. Это может быть у нас ОД, может быть какая-то пугна... Это был бы Хускар, который в бане. Да, Хускар в бане. Мидер мало осталось. Можно МК пикнуть, который на две линии идет? А, можно Морфа пикнуть, про которого я говорил. Морфа, да, Морф нормально сейчас. Вот прям сейчас Морф хорош. Либо Морф, либо какой-то мидер по типу ОД, допустим. И кто же все-таки это будет? Бонус тайм пошел уже. Сейчас посмотрим. Задумались, значит, не уверены. Еще раз. А кем играл еще вот этот парень, ты говорил? Брайл? Да, давно, да, на Миране на линии много играл. А Тимак, кстати, не самый. А как он работает против Charger Baratroom, а ты знаешь? Против Charger Baratroom? Слушай, я до конца не верю. Но почему-то еще отменяется. Фурион. Короче, ну это... Я же не видел, что будет Фурион. Нет, конечно. Было очевидно, что антимага после Доксира уже не пикнут. Но Фурион против Аэма на самом деле такой спорный выбор. В том плане, пока вообще герои Кайпи от антимага очень сильно страдают. Он здесь прям соло убивает. Ну я бы банил ОД на месте Team Spirit. Почему? ОД очень крут и против антимага, и против Кентавра. Забанили ОД. Так, здесь в свою очередь должны забанить Мидера. Ну я бы Кунку здесь банил. Кунка уже в бане. Я бы брал бы Кунку для Кайпи, но его нет. Для Кайпи мне нравится... Они вообще классно сделали. Они изначально, наверное, планировали антимага, потому забанили и дракона, и Кунку. Да, ты в чем-то прав. Судя по всему, такие баны против антимага в Мид вообще никого особо не осталось. И сейчас я смотрю, Мипар какой-то есть, которым вряд ли у нас сыграет. Ну и в Мипаре здесь сложно. Это Гримстроу, Кличкин, Тавер на самом деле. Ух, такая связочка. А может и не хватить урона против Мипаря, кстати. Ну там один Грим будет неплохо отдавать. Ну да, но весь этот проказ уйдет в Мипаря, и даже если они его убьют, это за счет трех героев, это в принципе более-менее адекватно. Короче, адекватного героя в Мид сложно подобрать. Манки Кинг остался для команды Кайпи. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Но мне не нравится ни тот, ни тот. Темпларка хороша еще. Это герой, который должен быть, это герой, который должен давать тимфайт и желательно сетап. Нет, три опции. Такого ты уже не возьмешь. Это будет либо Лина, либо Темпларка, либо, кого я там назвал, либо МК. Вот кто-то из этих трех. Лина, МК, Темпларка. Ну вот мне и Лина больше всего нравится из этого всего. Ну, на Лину, понимаешь, очень легко и убивать здесь Кентавр, и Антимаг на нее сами могут врываться, засоветь ее не получится. Темпларка в этом плане хороша, потому что Хускар уже в бане, и вот эти четыре героя в Темпларке на самом деле ничего не делают. И можно где-то взять Дизоль, забрать Рошана и попробовать темпом задавить. Тимбер, короче, тут своя атмосфера против Тимбера. Очень мало сетапа на самом деле получается, тимфайт средний. Нет, у нас мид-тимбер против Антимага пойдет. Нет, это мид-тимбер против героя, который сейчас появится. Это может быть МК, но не очень хороший, какой-то Мэджик Лина. Кто может быть еще? Ну, пока да. Есть герои, которые гнабят Тимбера очень сильно, вот если вот так вот его прям нагло берут. Ну, наверное, это не Кролайт, это Урса. Ну нет, сейчас эти герои не в мете. Такие не берут. Из такого все-таки пока больше какая-то Лина, Манки Кинг у меня в голове крутится. Кем этот парень еще раз играет? Я в прошлом мете очень много играл просто на Миране на линии, но это уже давно было. Ты не самый лучший герой против Тимбера. Против Тимбера Урса, мид, и все, и поехали. А как тебе Разоритель? Ты можешь взять две присоски? То есть ты идешь против Тимбера, и потом весь дэмэдж физовый всего лишь всего одного героя, этого вертолета. Мне по игре не нравится Разор здесь против Гира, Фуриона. А тут всего лишь одного героя надо высосать от этого. Лина. Просто Лина. У меня пул из трех героев, я беру кого-то из них. Знаешь пул, знаешь пул, читаешь игру. Но Тимбера, честно, сложно прочитать, и мне этот герой не очень нравится. Почему? Он был бы хорош против антимага, если бы было достаточно контроля. Контроля практически нет. Есть спруты. Нет, спруты против антимага очень эффективный спел. Особенно с Тимбером вместе в комбинации. Кому даем предпочтение? Нет Тимберу. Мне кажется, им сложно будет скомбинить Тимбера из-под вертолета и Фуриона. То есть один Братрум не справится, мне кажется. Для всех героев, кроме Фуриона, нужен сетап. Его не хватает. То есть, мне кажется, драфы довольно дисбалансные в этом плане. Смогут ли они выиграть линию очень сильно? Не знаю. Наверное, нет. Давайте посмотрим тогда коэффициенты, которые даются на этот матч. 1.23 на 3.9. В кайпе никто не верит. Нет веры в кайпе абсолютно. Никто тоже не верит. Если бы они взяли не Фуриона, на котором уже видели кайпе. Два пика мне не понравились. Мне не понравился пик Фуриона в антимага. Это только расчет якобы на линии загнобить. И пик Тимбера мне тоже. Но мне больше пик Спиритова нравится все-таки. Я верю в их победу. Да, не очевидный пик этого Тимбера, честно говоря. Нету там героев, против которых он хороший. Он нехорош против антимага. Вообще не играем. Ну тогда, друзья, не забывайте, что специально к турниру наши партнеры из ES.bet подготовили страховку для всех ваших ставок на V-Play Winter Madness. Ссылка находится в описании. Регистрируйтесь прямо сейчас. А мы передаем слово комментаторам. Это друг и Бафик. Спасибо большое студионалитике. Всем еще раз привет. Привет, это Алексей. Это Дмитрий, Бафик, друг. И мы готовы вещать из Сани с нашим другом Рудольфом. А, Рудольф уже? Ну я не знаю, я бы назвал его как-то попроще. Адольф. Сергей, скажем. Ну можно и Сергей. Адольф? В смысле? Евлампий. Символ Рождества? Адольф? Нет, я сократил просто, чтобы проще было. Имя уже как бы все занято. Уже нельзя. Символом Рождества ты уже не сделаешь. Хорошо. Давай тогда это будет Евлампий. Евлампий. Красиво. Олень и Евлампий. Мне нравится. Да, сразу напоминаю. Это тупо бан. Тупо бан тебе. Где? Везде. В каком месте? Хорошо. Давайте тогда переключаться на дотку. Немножко хватит абсурда. Надо приостановиться. И посмотрим, какой красивый зимний лес. Кстати, о дотке. Надо на самом деле сказать, что пока дела у Кайпи не клеятся в этой группе. Идут они 0-3. У Спирит ситуация 1-1. Вроде как. У нас лидеры безупречные и точно выходят дальше на пангольер. 3-0 пока ребята идут. Вообще я смотрю, что на пангольер, куда бы они не затесались, какую бы компашку. Вот особенно тир-2 эшелон, если попадается им на пути. Они уже как-то его преодолевают слишком легко. Как будто сами приближаются к тир-1. Вот мне интересно. Это какая-то такая краткосрочная история или все-таки надолго хватит? Вот очень напоминает история Винстрайк. Очень, 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 очень. Винстрайк, Гамбит, наверное, тоже в ту же копилку. Да, Гамбит туда же. Просто почему именно Винстрайк, а не Гамбит, я привел в пример. Винстрайк тоже обыгрывали в важных матчах коллектив Virtus.pro, который номинально является у нас, ну, если не топ-1, да, то топ-1, дефис, топ-2. В любом случае, это команда, действующий чемпион мейджора. В целом, очень сильный состав. И Винстрайк их обыгрывали, но Пангольер тоже умудрились 2-1 их обыграть в важном матче. Очень важном для себя матче. Ну, вот если Кайпи, это такой пока микс, который особо себе звезд с неба не хватает, ни на что пока такое великое не претендует. Он даже с земли их не подбирает. Дело в том, что Spirit как раз это команда, которая ставит перед собой определенные задачи. То есть это реально ребята, которые хотят выстроить коллектив. И сейчас капитан коллектив покинул, вокруг которого коллектив строился довольно долго, но на самом деле без особых результатов. Который собирал этот коллектив. Да, да, да. И получается, что как будто отец из семьи ушел. Какая-то очень странная история. И надо сейчас что-то делать, что-то придумывать. Другую семью искать, получается, надо. Ну да, или другого папу. Или другого папу. А другого папа на самом деле на рынке хорошего, свободного, наверное, и нет сейчас. Но если так подумать, кто из капитанов, свободных агентов сейчас готов возглавить Spirit? Вообще недостаток. Нет, ну по гейм-лидерам в целом недостаток. И он всегда был. Всегда был. А все, да, все, кто обладает такими способностями лидерскими, они давным-давно при деле. И у них успешные коллективы. Да. Поэтому, да, неудивительно. Конечно, неудивительно, что и ФНГ быстренько нашел себе новый коллектив. Ну, Брайло мы с тобой, на самом деле, наверное, еще полюбили по квалификациям на Инд. Если помнишь, там реально очень неплохо этот парень смотрелся. Мне реально этот игрок очень нравится. Я не знаю, на самом деле, какое будущее его ждет. Он же его застроит сейчас. Я не знаю, у меня нет этой штуки. Эти деревья, они реально как деревья, или ты сквозь них нормально проходишь? Конечно, нет. Представляешь, если можно было бы этот Майнкрафт устраивать адский. Но это же дефолтные вроде деревья, нет? Нет, нет, нет. А это не дефолтные, это прям такие. Подожди, а может он украшает? По-моему, он дефолтные украшает. Да, 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 он скорее всего дефолтные украшает. Потому что это скорее стандартные деревья, там, такие, помню, елочки. Да, понятно, дело. Такой ландшафт я припоминаю. Слушай, ну так веселее играть. Да, мы помним. Брайл, я и вчера об этом говорил, да и стоит напомнить тем, кто только подключается. Брайл был в том составе, который чуть было не пустил OG на Интернешнл. Они сыграли с ними 3-2 в гранд-финале на тот момент. И очень уверенную игру Винден Рейн назывался этот коллектив. Потом Брайл поехал поиграть в американском дивизионе. Там, так, косо-кривенько, но получилось. У него, по-моему, до сих пор еще Джей Шторм приписка у Брайла. Ну, обидная вообще история с Брайлом произошла, это правда. Так что тут надо пожелать только удачи парню и больше, чтобы его не бросала так судьба. Что касается РМНа, интересно, что он тоже присутствует сейчас в коллективе Spirit на этом турнире, так точно. Получается, Nine выпал из обоимы пока что, и ФНГ уже, естественно, нет в составе. РМН, я видел его последний раз, когда он был в Москве на турнире Мегафона. Он был там как тренер Liquid. То есть они его не объявляли, они не говорили, что он там тренирует их или что-то в этом духе, но он стоял за спинами Liquid, это факт. И причем он где-то с ними работал на испарительном сроке около месяца, наверное, или двух. И не знаю, вот какая ситуация сейчас с Романом, потому что, ну, если он играет, значит, он, по идее, уже не тренирует. Либо это просто вот такая у него практика. Ты, может, он стенд тренел, а где их основной тренер на тот момент? Они бы распрощались с ними? Не, Liquid уже все, попрощались с тренером, конечно, да. У них же, Хин уже все, он не тренирует команду больше. У них был тест тренера, как раз они, вот насколько я знаю, Ромена тестировали. Может быть, Ромен и дальше будет с ними работать, но пока этот тренер не был объявлен окончательно, возможно, Ромен просто стендинит на этом турнире. Я, честно говоря, вот пока труднее сказать. Тут же, по-моему, вам скоро должен быть по составу. Если я не ошибаюсь, там как-то свап получился. Ну, не знаю, что там у них произошло. Вон скоро мы знаем, что всегда там и с интернетом бывают какие-то неприятности и так далее и тому подобное. Свет у него пропадает, бывает. Поэтому, может, не знаю, остановились на Ромене. Потому что, если я не ошибаюсь, в заявленном росте именно он и был. Ну, как-то так и получился свап СНГ игроками. Да, по факту играет Ромен, и тут как бы нечего говорить. Вот я не знаю только насчет Ромена, что у него там по ситуации с Liquid. Потому что все его заметили, ну не все, а многие, конечно, заметили его за спинами Liquid на том турнире. Я еще переспросил, это точно он, и вроде как да. Вроде как мне ответили, что это реально он был. Но об этом объявлено, конечно, не было. Ну, окей, ладно, все, давай тогда к игре поближе будем. Сделали первоубийство Каипе, забрали антимага. Фраг достался Гирокоптеру. Очень комфортно должно для них быть на старте. Бон Севен стоит в сложной линии и стоит на Нейч из Профити. Я вчера комментировал матч NoPangalier, о которых мы уже упоминали, против Каипи. Тоже Бон Севен был на Нейч из Профити. Топ-7, топ-8, Нетворс, близкий к саппортам. Абсолютно жуткая игра для него. ФБ. Нет, это не ФБ, это второй фраг. Скитера забрали на ФБ, антимага потеряли. Скажем так, да. Скажем так, первое убийство для Спирит. Пожалуй, тогда так более верно будет. Очень странная, на самом деле, ситуация здесь. Я думаю, что антимаг бы неплохо постоял против Нейч из Профита, но так вышло, что стоят ребята 3 на 3 в итоге. Но под этими двумя щитками, вот эта знаменитая тактика Ingswell плюс Frost Shield, антимаг чувствует себя уверенно. Он еще и прыгает агрессивно на блинке, добираясь до игроков. Да и вообще по игре я не очень понимаю, как распик, если вы планируете, так Чарли могут забрать. Сейчас, правда, хороший хил от Веспа и близко уже к вышке на Скитера еще и ракету. Побесили, флэш идет дальше, Веспы избивают Скитера. Ракету уничтожили, поэтому антимаг в безопасности, но весьма опасно. Играют вдвоем в Би-РМ. Все-таки гирокоптер, наверное, не идеальная цель. Лучше пытаться, наверное, Ио убивать, но, видимо, Ио был в незонной досягаемости. Либо посчитали, что хватит урона пока на гирокоптера. Не хватило, и видим, что Ио уже все здоровье восполнил. Как и Ману, кстати, восполняет. Так вот, да, по Веспу-гирокоптеру, я прям удивлен, они открывались Веспом-гирокоптером и каким-то чудом пропустили стадию пиков Лича плюс Гримстроука. Пара этих саппортов в любой стадии игры закрывает к черту комбинацию Весп плюс гирокоптер. Ты просто ждешь момента прилета, либо же вообще идешь гангать. Потому что часто Весп-гирокоптер уходят куда-то в лес, Весп бегает собачкой рядом, пытается 15-й получить, гирокоптер фармит артефакты. Лич плюс гирокоптер, получив шестые уровни, используют смоук, идут, делают даблкилл. Простейший даблкилл. Чайник плюс ультимейт Лича. И это будет практически на всех стадиях игры. Разве что вы оба соберете БКБ, но едва ли Весп будет обладать таким количеством золота. Это очень странно. Даже топовые коллективы страдают. Крутейшие коллективы, которые умеют на Веспе гирокоптере исполнять. Тебе нужно, по сути, просто пережить эту фазу, когда они так могут бегать себе, позволять убивать, пока ты не станешь сильнее. Но это же и в драке будет. Вы же все равно будете прилетать на релокейте и получить ульт. В драке на самом деле не так будет. Драке должно быть все по-другому. В драке должны кайпи атаковать с разгона спиритбрейкера, прилетать Нейчерс Профит. То есть их задача идут ловить по карте героев и прилетать и у гирокоптеру. То есть такая макроигра сильная. И как инициатор здесь будет Нейчерс Профит вместе с спиритбрейкером. Должен быть. Я уточню, должен быть, потому что я один к девяти ставлю, что будет так. Вообще для антимага может быть динаматичная игра, потому что антимаг очень любит играть против спиритбрейкера. До появления линкенсферы на антимаге ты никогда особо не понимаешь, на тебя кто-то бежит, не бежит этот спиритбрейкер. Нужны варды хорошие. Когда вардами хорошо будут обставлять, то в принципе это не проблема для антимага. Но опять же и по опыту просмотра игр и игры тоже скажу, что на антимаге против спиритбрейкера часто неудобно играть. Все же. Скиттер страдает. Сильно страдает. У него должен блинк откатиться уже. Да, блинк откатывается, но он не успевает его использовать. Потому что было в оглушении от флэша. Третье убийство. И вторая смерть для антимага, что весьма неприятно. Гирокоптер, правда, его не обгоняет по крипам. 15 на 4 антимаг, 12 на 4 гирокоптер. Но все равно эти фраги, которые делает гира, буштят сильно на летворс. Надо сказать, что все в большой минус для спирит пока что. Даже невзирая на это убийство, все равно все в большом минусе было. А сейчас увеличивается этот минус. Потому что, обратите внимание на крипстат. Кентавра против Нейчерс Профита. То есть при том, что антимаг внизу он-то не идеально фармил. И они просто дрались постоянно, по большому счету. Нейчерс Профит переластхитил просто в два раза своего оппонента на линии Кентавра. И получается, что вот такая постановка, она в минус пошла. То есть внизу, в принципе, 50 на 50, но вверх проигран. Да, Инксвелл вешается на Хестиджи Роттона. Тот бежит дальше за Чарли. Сейчас разорвется связь. Бивер получает фраг. На самом деле, многие недооценивают Фантом Эмбрейс. Это не только Сайленс. Это и очень сильный урон. На четвертом уровне прокачки 360. По-моему, точно, да. Я помню, 360 дэмэджа разрыв связи с духом дает тебе. Если ты его не убил, а особо ты не поубиваешь, что твой Кентавр бежит, то получаешь сильный урон. И вот на этом мы погорели. По поводу связки еще Нейчис Профит и Тимберсоу. Сейчас не частый гость Тимберсоу в драфтах, поэтому мы редко это наблюдаем. Но это красиво, и мы видели, как это с Линной работает. Ее просто приходят, спрутами закрывают, а Тимбер, который режет еще и увеличивает своего урона от количества деревьев, которые он срезает. Вот в этих спрутах Тимбер обладает бирст дэмэджем. Удивительно, но факт. Я, кстати, не помню. Я помню, что на старте там 10 урона. Я вот не помню, на самом деле, прирост. Надо сейчас быстренько посмотреть. Или, если можно, покажите Тимбера первую способность, чтобы я не гуглил. Вот просто навести на нее, если есть такой вариант. Я не помню, какой там прирост. 25 получается, да. То есть увеличение идет с первого по четвертый на 15 урона. В целом неплохо, да, выглядит. И правда, эта комбинация в будущем. Вот сейчас даже уже там на старте 10-15 это уже сильно. Ну, тем более, он все равно ее качает. Даже независимо от того, что там новая эта способность, не новая. Я просто почему помню, что 10 на старте, потому что обычно я играю на оффлейн. Так, мастер-майда в центре убивают. Хорошо. На оффлейн играешь в Тимбере? Редко приходится максить эту способность. И мне, как оффлейнеру, больше про Тимберчейн обычно известно, чем про Верлинг Дес. Да. Да, но Тимбер получил хороший старт. Крипстат выше, чем у Лины. Плюс индивидуальные фраги на ней делал. Ну, Лина нашла чем ответить. Но, так или иначе, Тимбер будет достаточно богат. В целом, по персонали, если посмотреть, Nature's Profit хорош. И, конечно, Тимбер тоже хорош. Антимаг перефармливает. Ластхит поувереннее, чем у Гирокоптера. Это из плюсов Spirit. И Лина. Лина потихонечку вырывается тоже вперед. Я просто поглядываю, что антимаг частенько в лес уходит. Так что там немного обманчивый крипстат. Я думаю, что он чуть меньше будет иметь. Да, чем Гирокоптера. Да, так и есть. Вот, видишь, обманчивый крипстат. Действительно, он частенько отходит в лес. Тупо обманули. В центре на РМН нападает Мастер Майнд. Неплохо уворачивается РМН. На себя щиток. Лина поддерживает. Работает урончик. Оглушение проходит от Лины. Но Мастер Майнда пока пробить трудно. Бон Севен прилетел. Сейчас будет ответная реакция. Возможно, попробует Лину забрать. Есть замедление от Брайла. Тимбер Чейн дальше от Мастер Майнда. Но Бон Севен далековато бежит. Еще и Некс Велл на Брайла подходить никто не может. Бон Севен получил Лайт Стрекеры. Но урона не хватает. Бон Севен убегает. В это время вкатывается флэш в Брайла. Брайл бросил ультимейт. Разорвало на куски Бивера. Бивер бедняга просто. Не Брайл, прошу прощения, Мастер Майнд. И Брайл старается убежать от трех героев, которые преследуют его и отходят в район своего... Закрыли Брайла. Просто закрыли его, подходит Мастер Майнд. Ну да, Брайлу тут тяжело будет уйти. Он попытается убить просто Бон Севена, если достанет. Нет, не достает. И гибнет Брайл. Наверное, вот этот разворот был все-таки лишним. Кайпы выходят из положения очень здорово и наращивают свое преимущество. Но это небольшое пространство для антимага. Как мы видим, он за это время умудрился догнать гирокоптера. Вот так. Ну и коэффициент от ESB. Напоминаем, что ESB страхует ваши ставки. Вся информация об этом находится под плеером твича. РМН, четвертый уровень. Ну и вот нам показ как раз хиттера, который начинает... Ну то, что начинает, а догнал уже по факту гирокоптера. Все равно топ-5 фарм плоховато. Старт у антимага идет. И... Ну явно не то, что хотелось по итогу получить. Тем более его ставили с двумя саппортами. Вроде как крепла должна была стать уверенная. Сейчас Нейчерс Профит, поэтому очень агрессивная игра ожидается от Кайпи. Правда, флэш ворвался один. И Мастермайнд вслед за ним. Может быть, немного неосторожно. Люфт гибнет. Да, умер. Умер Люфт. И... Забрал Мастермайнд в ответ Хэст Джиротом. Улетел. Представляешь? На Брайла. Вкатывает слайдстрайк Эррей. Но Брайл получает еще одну плюху от флэша. И... Баш срабатывает. Четыре тысячи перефарм. Кайпи имеют двух дико богатых героев. И Бон Севен, которого я наблюдал в матче против Нопан Глиер, из серьезных артефактов. Самый серьезный был у него Форс Тафф. Больше не было ничегошеньки. Ну, какие-то там базовые. А здесь у него идеальная ситуация по игре пока что. У него лучший Нетворс. Он действительно отрывается. И вот это намекает нам на нереальную агрессию со стороны Кайпи. Тут будет подключение Нэйчис Профита под любой забег от Спирит Брейкера. Будут релокейты также в будущем, когда потребуется. Но сейчас, похоже, они вдвоем неплохо могут работать. Особенно по мягким персонажам, по типу саппортов Спирит. Либо Лина. Лина тоже тут в этом плане не сильна пока что. Ей Юл нужен какой-то, чтобы предотвращать такие забеги Спирит Брейкера. Он у тебя бежит, ты его в Юл отправляешь. Как вариант. Но для этого, опять же, нужно обзор по карте хороший иметь. Всегда, играя против Спирит Брейкера, как можно больше вардов, чтобы его забеги видны были. Хэстеджа Роттен внизу. Бивер пытается помочь. Мастермайн пока что под Сайленсом. Работает Ингсвелл, но Мастермайну плевать. У него ху уже должен быть в инвентаре. Да, есть, есть. Он вообще ничего не боится. И релокейт идет на Хэстеджа Роттен. Он пытается оглушить. Он оглушает. При этом люфт уже отошел. И оглушение пошло лишь по одному Чарли, который подключил Рокет Берридж. И вопрос снят. Хэстеджа Роттен в таверне. Ребята сейчас Ио и Гирокоптер подобьют немного вышку и вернутся обратно. Откуда летели? Это верхняя линия. Мастермайн достаточно крепкий персонаж получился. Десятый уровень есть у него. Большое количество ХП. И наличие худа не позволяет просто так приходить. И Личу, и Гримстролку, и Лини щелкать на Тимбера. А физической атаки он, мягко говоря, не боится. Смотри, при этом еще нет шестого спиритбрейкера до сих пор. То есть у нас 13-ая минута игры идет, а спиритбрейкера еще нет ультимейта. А вот с появлением ультимейта будет намного повеселее. То есть это даже два уровня контроля появляется сразу. Гарантированного. Не случайный у Ти 17%, который на пассиве, а гарантированный еще один контроль. Так что любая цель будет подвержена очень жесткому контролю. А Тимбер пошел за Т2 вышку. Гоняет Кентавра в нижней линии. И параллельно подпушивает Т2 тавр. Но реактив арморт четвертый. Я уже говорил, он может спокойно стоять танковать тавр. Чем он и занимается? Хепариген 47,3. С той бей вышку. Ну, единственное, что Кентавр смог загреть крипов на себя, увезти их за Т2 тавр. Поэтому подпушить не получается. Вообще хочу сказать, что обзор у спирит просто какой-то запредельный. Посмотрите на эти варды. Там сумасшествие какое-то. И подловили, кстати. Причем кайпи именно атаковали. Да, убивают ИО. Я так понимаю, что размен сейчас будет. И побежал за кем-то в бара. Это Ромен гибнет. Переключается на Бивера. Тот дает Сайленс очень грамотно. Чтобы спиритбрейкер на него ультимейт не нажал. Пытается сделать ТП. Очень грамотная игра от Бивера. Молодец. Датский саппорт здесь. Отыграл мудро. Да, дальше будет сложно так поступать. Тимбер планирует приобрести ЕУ. Поэтому телепорт из-под Тимбера ты уже не сделаешь. А это достаточно такая разумная вещь. От Блайтсейкера, от Тимбера. Просто используй телепорт. И не мучай ни себя, ни его. Но видим, что ЕУльчик зреет. Вот ЕУ, кстати, у Лина. Да, вот уже попроще по спиритбрейкера будет. Если обзор есть, если видишь, как он бежит. Просто можно встретить его ЕУлом. И, в общем-то, уйти от оглушения, от контроля. И убежать. И самой атаковать проще, опять же. И релокейт идет. Висп, да. Висп, герокоптер. Очень глубоко. Очень глубоко, да. Влез противника. Верхний лес. Забирают Хестеджер Роттена. Тут точно забирают. Никуда он не уходит. И тирадин-вышка там тоже была разрушена. А вниз уже полетел Боун Севен. Начинает отпушивать лайн. А что, кстати, он собирает? Крипчики идут на него. Что собирает Боун Севен? Барабанщики, я думаю, как в тот раз. Да, барабаны и Сайленс. И Оркит, окей. И Сайленс будет. Ну, а дальше БКБ такой боевой хороший Нейчерс Профит. Слушай, ну, антимагу не сладко. Правда, ему очень много времени нужно здесь будет. Просто учитывая, какой контроль появляется у противника, слабо представляю, что делать. А Оркит летит уже. Судя по всему, да, я не вижу рецептов. Пошли атаковать. Пошли искать Нейчерс Профит. Там пытается улететь. Не отпускают. Здорово. Это очень хорошее убийство. Это самый дорогой герой Кайби. Плюс у них перевес по золоту. В итоге команда получает немало. Вот мы видим 348, по Файтрекапу там будет где-то около 600, я думаю, золота. 500-600 должны получить были за это убийство. Верхняя линия. Ганг Кентавра снова. Хестеджеротен под ударом. Хестеджеротен дает оглушение. И тут комбинация. Вот это известная незамысловатая Лича и Гримстроука. Летающие чайники по головам противников. И Мастермайн с флешем гибнет. Да, вот тебе перефарм. В 6-7 тысяч две кнопки надо нажать, чтобы пару героев уничтожить. А лед ведь очень тонкий. Преимущество это, оно тает на глазах обычно в такой ситуации. Пару убийств и все. Вообще Бон Севен решил очередной раз погибнуть. Но приходит Герокоптер. Герокоптер расстреливает Аромена. Бон Севен очень сильно бит. Хестеджеротен не догоняет его. Там есть барабаны. Там огромный мувспид. И Хестеджеротен еще был под замедлением. Закрывает его Бон Севен. Но бить не хочется. Лину не отпускает Чарли. Добивая ее. Хестеджеротен пытается улететь. Спасается. Да, нормально. Надавали. Сайленс этот был выдан так себе. Если бы Лину не потеряли, в принципе, было бы неплохо. Много героев вымонили на себя. Антимаг фармит низ, если обратишь внимание. И в итоге пытается получить свои стартовые артефакты. Здесь будет Саша Яшин для гирокоптера на старте игры. На Антимага вышел. Вышел Тимберсол. Да, еще и под перелет. Видим, что туда планирует лететь Бон Севен. Не понимает, куда ему идти. Это охота. Охота на дикого кабана. Понимаешь? По-другому и не скажешь. Один в загоне, второй приманка. Поехали. Просто без шансов. Против Оркида сейчас без шансов. Антимагу надо Монтостайл. Но для этого надо еще и Баттл Фьюри. А Антимаг бедноват. Люфта где-то забыли, подловили. Наверху он вернулся. Они же прилетали с Релакейта. И он вернулся назад. Вопрос закрыт. Ну, нормально. Размен на Антимага, которого надо как можно дальше убрать от артефактов заветных. Это очень хороший отмен. Даггер появился у Кентавра. Но могу отметить, что обзор во вражеском основном лесу команда Spirit уже потеряла. Там совсем пусто. Они ничего не видят. Видят только дополнительный лес. Сейчас у них вот глубокий вар стоит, который, кстати, скоро закончится. Они вот сейчас расставляют вижен таким образом, чтобы защищаться все-таки уже ближе к своей половине карты. Ну да. А не на вражеской части. И АМ вряд ли во вражеский лес пойдет. Ох, Брайл. Ох, Брайл. Ох, приплыл ты. Брайл пытается жить. Набрасывает. И он на противника. Ну баш проходит. Это ненормально. Ой-ой-ой. А вот и комбинация. Ой-ой-ой. А Мастер Майнду, конечно, ХП хватает, чтобы это переживать. Это тебе не Висп Гирокоптер. Ну и Мастер Майнд идет танковать вперед, потому что сзади подходит Гира вместе с Виспом. И смогли сделать минус три. И, скорее всего, отправится Бивер также в таверну четвертом. Еще и Т2-вышка в центре пострадает. Да, Мастер Майнд, конечно, живуч. Вот его товарищам неприятно. Мастер Майнд в этом случае выступает как вот эта ракетка, к которой цепляется шарик. И от него все отлетает. Но в один момент просто шарик уже не выдерживает. А ракетка сильная. Ракетка остается, шарик улетает. Получается, что два героя просто отлетело от этого Тимбера. Ну, его товарищи по команде. А сам Тимбер пошел дальше. Все нормально у меня. Я могуч. А вам удачи, ребята. Но главное, чтобы подтянулся Ио и Гирокоптер. И разобрались ребята в ситуации, забрав четырех персонажей противника. Не та последовательность была, а сам себе. Не пили сук, на котором сидишь, так говорят. Именно, да, да. Не руби, да, там, по-моему, в оригинале. Не руби дерево, к которому чейн планировал использовать. Тут он как-то, по-моему, по-другому. Нажал кнопки свои. Не совсем правильно получилось. Да, собирает роху. Вряд ли сюда сунутся игроки спирит. Понимая перевес, понимая, что файт вы провести не можете нормально. У вас еще не откатился ультимейт Гримстрога Ильича. Поэтому две цели верно не получится зацепить и убить. Так что решили даже не соваться. Видишь, очень влияет как раз ситуация на линиях на эту игру. Потому что вот эта постановка линий, которая была внизу 50-50. Казалось бы, даже небольшой перевес был в сторону кайпи. Выигранная линия Нейчерс Профитом. Хороший центр для фарма. Плюс ганги от Нейчерс Профита. И мы видим, что очень сильно ударила по спирит эта фаза лейнинга как раз. Они пытаются сейчас вертеться, крутиться, но им очень трудно, потому что давление только увеличивается со стороны кайпи. И антимагу нужно время. Антимаг пока не герой, но потихоньку он наверстывает упущенные. Три уже вышки. Нет, даже одна уже, пардон. Одна вышка остается. Я думал, еще внизу и в центре. Не обратил внимания. Да, одна вышка всего лишь остается. А сами одну только забрали спирит. Это, конечно, хорошо, золото, которое можно потом заработать в дальнейшем, но если вы выйдете с базы. Сейчас глобальное давление такое, и ты уже верно отмечал возможность прилететь в любую точку трем персонажам как минимум. Одному очень быстро прибежать. В целом вы в четвером, минимум в четвером должны проводить файт против любого героя. Так что выбираться и пушить могут просто не позволить. Молодец, мастер-майнд. Я вот люблю таких наглецов и смельчаков в то же время. Берет плюс 100 урона. Для пуша штука очень полезная, если что. Чего он там пушить собрался? Вышки бить? Ну, кстати, у них сейчас подходит момент. Я бы вообще дал там 3-5 минут, и кайпи должны заходить на ХГ. Потому что появляется БКБ у гирокоптера, свеженький блэккингбар. Появился талант у мастер-майнда на урон. Нужно чуть больше еще стойкости, чтобы тебя сразу там за прокасты не убивали. Ну, тут Юл как бы должен помогать в этом моменте. И, в принципе, они должны прям уже финально идти пушить, по логике. Потому что затягивать нет смысла. Не надо давать антимагу время лишнее, и так все хорошо. Просто вперед, просто пушить. Ну, а им фармит. А им фармит, так или иначе, его отпускают. Он прыгает по своему лесу, лес завардили, и команда охраняет. Какой у ИО уровень? Вот в идеале надо 15-й на ИО, но пока... 11-й, да, рано еще. Антимага, если не сложно, покажите, пожалуйста, набор артефактов этого паренька. Яша близится, но пока да. Ну, все равно, есть в Battle Fury, бывает... Беда это, когда ты БФ не дособирал до 20-й минуты. И не факт, что можешь выйти из базы. Вот тогда реально беда. Арменов влетают. Опять Гримстроук, и опять Лич, минус Флэш, минус Мастермайнд. Ну, хватило живучести, чтобы не отъехать от него. Правда, Висп Гирокоптер прилетели, расставили все на свои места. Но, так или иначе, мы видим, что две цели все равно сыпятся. До появления Блэкинг Баров на этих целях проблема не изменится. Не хватает прочности даже Тимберу, если подключается кто-то из еще одних прокастеров, типа Лины. Пожалуйста. Ну, обычно это должен быть Висп Гирокоптер, но эти ребята фармят, поэтому на них внимания не обращают. И у Гира есть БКБ. БКБ у Бон Севена близится, да. Уже есть, уже есть. Он купил, он слетал, слетал и купил. Ну, я думаю, и Тимберу было бы неплохо тоже БКБ обзавестись. На самом деле Тимберу, да, Тимбер и так танковый, ему, в принципе, можно выходить просто в статы или в здоровье, там, закупая бустер какой-то, как он, кстати, и делает, по-моему. Он приобрел Пайп, сейчас команда усилит еще бафом Пайпа, и ребята попробуют забирать вышки на базе уже. Бон Севен пострадал, его Синистр Гейзом потянули, он жмет БКБ и получайте по голове. Тут еще ультимативный Чарли, дгоняют и башят Бивера, как же башит Флэш. Флэш зашелся не на шутку. Решили далеко не идти, Мека есть, Барабаны есть, почему бы не пойти пуши? Я надеялся, вот 3-5 и называл, но они, по-моему, вообще в 2 минуты успели зайти. Скорее всего, да. И внешние тавышки все разрушены, это значит, что делая одинокие фраги всех, кто будет выходить из таверны и пытаться дефать, вы можете спокойно забрать 3 стороны. Опять же, все это под Мекой, все это с Аегисом, все это с Блэкинг Барами на основных персонажах. Сейчас катится ультимейт Лича Гримстрока, ну как сейчас, через время. Все равно БКБшка уже у Чарли имеется, поэтому Чарли бояться нечего, Висп его всегда спасет в случае чего. Минус 2 стороны, но это как минимум минус 2 стороны. Идут еще и подбивать Т4, Чарли нагловато немного действует. Антимаг летит, посмотрим теперь на Аэма в драке. Аэм передумал, Аэм передумал лететь в драку. Связали Чарли, связали Мастермайнда, туда вылетел ультимейт Лича, но ушел в крипов. И на этом все, и защищаться банально нечем. О, какой прыжок от Хеста Джой, Скиттер ультит в Ио, пытается забрать еще персонажей. Чарли под ударом под БКБ Брайл, надо убить Чарли, а его просто не получается убить. Ио вернулся с релокейта и байбека, и драка переворачивается в мгновение ока. Но они попытались, спириты были неплохи в этом моменте. Круто ворвался Кентавр, Скиттер поддержал, но все равно этого недостаточно. Скиттер нарезает Чарли под Т4 вышкой. Слышь, вот уже понятно, что этого просто не хватает. Даже никак, не близко. Все верно. Просто какой-то дикий перефарм на основных героях. Еще и сами Кайпи играют нагловато в этой ситуации. Просто уйти можно на самом-то деле, и все. И ничего страшного не будет с тобой. Чарли еще и ракетку поймал собственную. Скиттер может ведь забрать его, да, получается. Не он забирает, но каждый получает по 500 манер. Тут Чарли, откровенно говоря, уже, как это называется? Как так сказать, чтобы не обидеть надо? Давай, Дима, у тебя хорошо получается. Слишком ело. Я хотел без английского слова. Там бы я тоже мог накрутить каких-то интересных выражений. Самоуверенно. Да, самонадеянно. Самонадеянно, вот. Самоуверенно это даже уже немножечко обидно может быть. Самонадеянно нормально. Мне нравится. Круто. Ну, на самом деле, тупо вышло. Да. Не надо это было никому. Чарли, ну, а с другой стороны, забрал бы он героев. Сломали бы третью сторону, закончили уже сейчас. Но это уже постфактум легко судить. Хорошо. Ну, там уже, да, там кровь в жилах закипает. Ты пошел добивать недобитого зверя. А зверь еще Аскал держит. Мы видим, да. Мы видим, что и антимаг в драках не погибал. Камбэкнул немного по золоту. И не потеряли. Ну, только что он погиб и байбэкнулся. Байбэкнулся. Да, да, да. А, тогда мы не видим этого. Это только я вижу. А мы все этого не видим. Своя дота какая-то. В моем мире антимаг не умирает. Параллельно какая-то игра. Лина уже единожды прожимала БКБ в предыдущей драке. Но не хватает им урона. Казалось бы, так быстро они атаковали с Кентавром. Четверых он оглушил. Прыгнул антимаг. Взорвал Ио. Но урона быстрого дальше по гирокоптеру не хватило. Прилетает с Байбэка, с Велокейта. Бон Севена. Атаковали. Нужно от БКБ живет. Приходит Мастермайн. Чарли под БКБ с Люфтом рядом. И просто нужно бежать. Иначе беда будет. За Скиттером летит ракетка. Там РМН очень пострадал. Но вроде живет. Слушай, а только одного героя потеряли. Пока живут. На тебе еще одну ракету. Возвращает обратно. Говорит. Перепасовочка такая идет. Удобно, конечно. Мистик Снейки. Все эти ракетки. Специально. Ждешь момента. Нажимаешь кнопку. Потеряли только Гримм Строка. Но мы помним этот перефарм. Мы помним, как Кайпи убивали в любом уголке карты игроков команды Spirit. Все равно сейчас оборону держат. Все так же работает Лич Гримм Строк. Все так же неприятно драться. Как посмотреть, понимаешь, на ситуацию? Например, могу сказать, если я болельщик Spirit, я могу так сказать. Знаете, могли бы сейчас потерять больше героев, просто бы игру проиграли. Поэтому надеемся пока на лучшее. Если вы болельщики Spirit, то вы надеетесь на лучшее. БКБ становится меньше. Чайник меньше летать не станет. Два чайника. Все это под ультимейтом Гримм Строка. Поэтому два чайника. Почему бы и нет? Какая-то минимальная надежда все равно есть. Она всегда существует. Потому что снова Чарли сейчас пойдет под фонтанчик погулять. Его там пригвоздят. А его здесь могут пригвоздить. Флэш. Вкатывается. Два стана. Получилось. Скитер прожимает третью способность. Он надеется, что будет ульт в него идти от Spirit Breaker. Но нет. Этого не случилось. Безнадега.ру Глиф сейчас будет. Сейчас будет Глиф у Spirit. Надо как-то держаться. Минута до Кентавра. Очень долго до Кентавра. А он инициатор. Он важное звено. Начинает с ультимейта Гримм Строка. Продолжает ультимейтом Лича. Бон Севен под ударом. Скитер за ним. Бон Севен. Добить его нужно. Один удар. Не хватает урона по Бон Севену. И лечит там Мека и Люфт свою команду. Скитер. Флэша подбили. Скитер прыгает назад. Теперь вперед. Тоже делают стики в этих драках. Живут. Живут ребята из Spirit. Какое количество спеллов используется в драке. Стики у всех постоянно заряжены. И на вот этом лоу хп играются все персонажи коллектива Кайпи. И не дают вообще никакой надежды. Spirit прожимает все кнопки. Но во фраге это никак не выливается. 15 тысяч перефарм. Дополнительный таймер на Рошана уже запущен. Но более минуты остается. Роха достаточно долгий будет. На варде увидели АЭМа. Бежать. Ну никуда не бежать. Это минус антимаг после байбека. Это самое обидное. Когда твоя команда. Когда ты вместе с ней. Правда. Вот он тоже важную лепту внес. Когда вы так обороняетесь. Вы стараетесь. Вы пытаетесь. И тут вот такая нелепость происходит. Когда просто герой покидает базу. Пойти побить лес. Не видя там практически никого. У них один вард несчастный стоит там. Больше ничего ты не видишь. И вот так выходит герой после такой крутой обороны. Ну и все заканчивается очень плачевно для Спирит. Могла бы быть сказка, а получилось жизненно. Лич чайничек выдает. Но уже закончился ультимейт гримстрока. Поэтому это чайник. Так порадоваться команде Кайпи. Они между собой его делят. Они даже не реагируют на чайник. Это немного не то чайник. И никакой поддержки у этого чайника нет. Так получилось, что не сказать, что вот эта ошибка антимага решила исход игры. Нет. Исход игры решили лютый перефарм. Решили уверенные линии от Кайпи. И конечно темп гораздо выше задали Кайпи. Вообще это невероятно важная победа для Кайпи. Потому что...